Веду, где апостол Павел восклицает, что мы безумны, Христа ради, вы мудри. И слово такое о том, что когда мы понимаем, что все служение логично, с чего начнет проповедник и чем закончит, иногда даже это знаем, мы знаем, служение предсказуемое, мы знаем, с чего он начнет служение, чем закончится. Мы знаем, что пастор помолится за кого-то, да, человек очередной раз не получит исцеления, иногда так вот человек верит и так вот получает, поверит в свои. Кто верит, получает, слава нашему Богу. Но сегодня мое такое короткое слово к тому, что апостол Павел, да, он был безумным ради Иисуса Христа, потому что, вы знаете, двигаться за Иисусом Христом, двигаться за Богом, это надо абсолютно полностью довериться Богу, не понимать, куда он тебя ведет, потому что Авраам не понимал, куда Бог ведет, Исаак не понимал, Яков не понимал, они все просто доверялись Богу, поверил Авраам, да, и это вменилось ему в праведность. Просто люди верили, ну, Моисей, он что, знал, куда он идет или куда ведет его Дух Господень, да? И вот сегодня я хочу представить двух людей, которые, мы за них давно молимся, и где-то уже там, я уже думаю, ну, когда они на нас, до нас наконец-то доедут, доедут ли вообще. Я сейчас о семье Мостовенко, да, это семья служителей Божьих, Виталий и Ирина Мостовенко, наконец-то доехали до Болгарии, да, долгое время границы были закрыты, то открывали, то закрывали, пандемия, коронавирус, да, но наконец доехали, они среди нас, да, и слава Богу, что это также и плод нашей молитвы, и вот об этих людях я могу сказать, что они, ну вот, они безумные ради Иисуса Христа, и идут туда, куда Христос им повелевает, и делают то, что Господь им скажет. И для меня это драгоценно, то, что сегодня они среди нас, и я хочу пригласить их на сцену. Виталий, на ваше усмотрение, можете вместе выйти, можешь ты выйти, ну, с таким приветственным словом. Давайте поприветствуем. Слава нашему Богу, который был, есть и грядет. Спасибо большое за добрые слова, и мы только стараемся быть безумными, потому что по человеческим рамкам это нереально. Но я хочу свое короткое, мы хотим наше короткое свидетельство связать или ограничить тем, что то, что произошло в нашей жизни, это испытание, которое вы, о котором вы все знаете, в котором вы участвовали своими молитвами и даже даяниями. Слава Богу, что оно, испытание это подходит к концу. Я благодарю Бога за то, что Божьей благодатью преодолели это испытание. И я знаю, что многие из вас уже, глядя на меня, уже даже по глазам видите, что я человек уже здоровый. Потому что я когда смотрю на свои фотографии, например, прошлого июня, мы там пару фоток сделали, я смотрю, у меня такие бровки домиком, глаза такие почти безжизненные. Ну, в общем, на человеке статус или печать онкологически больной. Но мы с вами дети Божьи, дети царя. И, знаете, может быть, потом, даст Бог, я подробнее засвидетельствую, потому что в этом свидетельстве есть сила, и она, может быть, для кого-то будет потом источником силы, веры, подкрепления. Потому что то, что мы прошли, и то, в чем мы участвовали, оно имеет подробности. И это подробности веры. Это не подробности там, как тратятся деньги или покупаются лекарства. Это подробности борьбы. Каждый день, как, ну, вот как у этого была книга написана, как закалялась сталь, да, так и мы тоже. Получается, что каждый из нас, мы как книга, как такое маленькое Евангелие, и оно пишется Христом, Духом Христовым на скрижалях наших сердец. И когда мы читаем это Евангелие, то это кому-то помогает. Вот, потому что, помните, они победили его кровью Агнца и силой, да, словом, да, свидетельством своего, да, в этом есть наша сила. Но скажу вам, что церковь, я просто помню разницу, как бы до того момента, как за меня начали молиться, когда тело Христа начало за меня молиться, знаете, это была просто, ну, такая разительная перемена. Вот, ну, например, вот я это сравниваю со словом, ну, со стеной, как строитель, да. Вот есть, если у тебя твой, вот, кусок земли, участок, твое владение, оно забором не закрыто, то там, получается, могут бегать животные дикие разные. Это они только дикие. Вот. Мы с моей супругой приехали в Украину, и наши соседи пользовались нашим участком, чтобы кормить всех соседских котов. Вот, я понимаю, я добрый человек, и меня не против, чтобы котов кормили. Я говорю, а соседке говорю, Лен, а это самое, у тебя не было мысли кормить их на своем участке? Вот, потому что мой участок превратили просто в проходной двор, и десятки котов со всех, со всего этого района приходили туда, чтобы кушать. Ну, она так обиделась на меня немножко, а потом говорю, Лен, ну, подумай спокойно. Да, и так, знаете, в нашей жизни часто бывает, что какая-то твоя часть, ну, судьбы твоей, да, она, ну, становится открытой для чего-то. Может быть, вот, ты открытый, ну, оказался открытым для болезни. И она для меня была внезапной, эта болезнь. Я никогда не думал, вот, знаете, как люди живут, большинство людей, особенно люди, которые любят Бога, ходят в церковь, ну, я же не пью, я не курю, аллилуйя, я веду здоровый образ жизни, все хорошо, и тут бабах, и ты узнаешь, что у тебя есть такое очень неприятное заболевание, и оно развивается в тебе, уже не спрашивая ни у кого, нравится это, не нравится. Поэтому, когда за меня начали молиться, я почувствовал, что мой участок получил стену. То есть, вот, моя жизнь и эти обстоятельства, они больше не были такими бесхозными. Там уже больше не бегали эти, знаете, всякие звери, да. Там появилась стена, мощная стена. И об эту стену бились эти все стрелы лукавого, потому что я же, ну, знаете, чувствуешь разницу. Мысли о смерти, они летят, они попадают в тебя, вплоть до того, что ты уже начинаешь рисовать себе, как ты будешь умирать, вот, каким ты будешь мужественным, потому что ты не боишься смерти. Иисус же уже дал нам понимание, что смерть для нас – это такой маленький экзамен, такой раз убежь, перешел и все. Вот, но стоп. А Дух Святой приходит и говорит, почему? Зачем тебе рано умирать? И ведет меня по местам боевой и трудовой славы. Давида, Исаи, там, да, Еремии, как они переносили Иова. Вот, да, и молился потом я не раз и с Давидом. Господь, не забери меня посреди дней моих. Почему? Потому что у меня есть моя любимая жена, у меня четверо детей, даже внук уже есть. И у меня есть еще желание служить Богу на этой земле. и невыполненная огромная, да, работа. И поэтому я вот включился в это состояние, и я увидел разницу. Потому что вот жизнь, она, ну, знаете, она приобрела порядок. Ну, не то, что у нас был беспорядок, но, знаете, есть разница между вот таким привычным течением обстоятельств жизненных, работа, быт, семья, там, что-то еще. А когда на первое место снова был поставлен Господь, цели Божьи, то жизнь, она снова была заострена. Вот, и вот те молитвы, которые вы за меня совершали, они дали мне возможность почувствовать, когда за человека молятся и когда за человека не молятся. Поэтому благодарю, церковь, дорогая, за то, что вы молились, потому что это была стена, которую не смогли проникать стрелы лукавого. И вот, может быть, моя решение еще добавить пару слов. Для со стороны, она была помощницей. Понятно, что подобная ситуация, она вызывает нас, как бы, знаете, на край такой войны. И прежде всего это духовная война, потому что, когда к тебе приходят вот такие, знаете, страшилки, вот, когда тьма тебе на голову опускается, и ты каждый день противостоишь, мы теперь понимаем, что то, что с нами произошло, вот, Господь, Он таким способом, Он снова нас очень близко к себе призвал. Вот, то, что мы, помимо того, что мы очень благодарны за то, что наши друзья, вот, все это время молились, и это очень важно, оказывается. Мы иногда думаем, что моя маленькая молитва значит. Вот, ну, вот, есть там уже веры, они молятся, и там что-то происходит. А я что? Ну, что мое слово там, мои там 15 минут молитвы стоят. Оказывается, это очень ценно и важно, особенно в таких ситуациях, которые вот каждый из нас может оказаться. И, вы знаете, ну, то, что Бог нас побудил делать, когда мы начали эту борьбу, мы каждый вечер начали поклоняться. Вот, это было когда-то нашей практикой в самом начале. А потом, знаете, когда церковная жизнь определенно наступает, ну, ты можешь там перед служением порепетировать, там новые песни выучить, но вот, чтобы поклоняться именно от себя, от своего сердца, это очень важно. И это была наша война, и, вы знаете, мы каждый вечер делали это, пока не чувствовали, что Бог пришел. И каждый день мы делали причастие. Бог приходил, и мы совершали это таинство. И мы сейчас очень понимаем, насколько это ценно для того, чтобы вот Божья жизнь, она приходила в тебя, в твой дух, в твое тело. И, вы знаете, когда мы это начали делать, вот, во-первых, пришла надежда, пришла вера, пришел покой. И интересно, что начали приходить ангелы. Вот, и мы их начали видеть. Вот, мы начали их чувствовать. Мы начали слышать, как они поют с нами. И, знаете, когда ты начинаешь вот приходить в это таинство, да, вот, туда, за завесу святое святых, и начинаешь чувствовать, как с тобой сотрудничают все небесные силы, вот, все внутри успокаивается. И ты понимаешь, что Господь ведет нас к этой победе. Вот, был, конечно, очень странный момент такой, когда Виталюкова сделали операцию, и его только привезли с операционной. Я ждала доктора, когда он скажет мне, что он там увидел, когда он оперировал. Нужно было знать, ну, как бы объективно ситуацию. Вот, и я дождалась врача, у него было несколько операций в этот день. Я просидела несколько часов, пока он, наконец, меня не увидел, не пригласил. И он, очень, ну, странно для меня это было, вот, он сказал, что все очень запущено. И то, что вы, вот, 8 месяцев боролись своими способами, это вы упустили время. И что, у него уже четвертая стадия, вот, рака, и везде метастазы. И он, ну, просто мне таких ужасов нарассказывал. И я вышла оттуда, из этого кабинета вообще не могла понять. Потому что все обследования до этого показывали, что ничего нет, кроме вот этого участка, где есть сама опухоль. И я пришла домой, вот, рассказала это детям, дочери. Вот, все были в шоке. Вот, вот, моя дочь плакала. Вот, а вы знаете, а внутри почему-то был покой. Вот, несмотря на эту информацию, я думаю, что-то с этим не так. Какая-то путаница. Я не могу поверить, что это, что он мог это увидеть. Вот, и знаете, через пару дней, вот, мы разговариваем с врачами. Там, Виталику врачи приходят на обход и говорят, что ты теперь здоровый человек. Все закончилось. У меня вообще в голове не укладывается. Я не могла понять. Я не могла ему сказать об этом, чтобы, знаете, не подрывать его настроение и веру. Пока мы не дождались результатов гистологии, сказали, что там действительно все чисто. И нет никаких последствий и следов. Для меня это, ну, думаю, или это дьявол просто, знаете, через этого доктора. Вот так гавкнул на меня там. Попытался укусить. Или он что-то напутал. Может быть, он с кем-то спутал. Вот, но в тот момент, вот, когда мы, когда я получила это, я реально чувствовала, как за нас молятся. И поэтому не было вот этого страха, ужаса какого-то. Вот, и Виталик в эту ночь чувствовал такой момент, да, тоже, когда он там, когда ему было очень дурно после операции. Он пытался выдернуть из себя трубки и уйти домой умирать. Вот, это была единственная атака, когда я чувствовал где-то примерно с 11 вечера до 5 утра, была такая борьба. Вот, дьявол пришел и просто, ну, вываливал мне на голову кучу разных мыслей. Вот, у меня, ну, пастор Геннадий, вот, для многих из нас по счастливому такому стечению обстоятельств является врачом. А для меня вдвойне, потому что пастор Геннадий еще и работал в онкологии 6 лет. И он для меня был хорошим советником и наставником относительно того, как себя вести. И я, в принципе, всегда честно перед ним выливал все свои мысли, там, как вот все обстоит. И он меня успокаивал всегда, говорил, Виталий, ну, делай, с одной стороны, то, что говорит врач, а с другой стороны, помни, что у врачей и онкологов всегда есть такое преувеличение в сторону гиперопеки. То есть, знаете, ну, вот, если они смотрят, там, достаточно, например, 6 сеансов облучения, они тебе напишут 16 сеансов, чтобы уже облучить, так облучить. Вот, но после, иногда после 8-го, 10-го сеанса начинается у человека просто радиационная болезнь, да. Или другие органы просто ожоги получают. И поэтому здесь необходимо постоянно, вот, с какой, знаете, с небесной канцелярией все время быть на связи. Потому что, когда приходит мир, вот, когда приходит такой импульс, вот, свыше, ты чувствуешь, что вот просто Бог держит все в своих руках. И это просто не какое-то хвастовство, а просто реальное свидетельство славы Божьей. Потому что без Бога мы бы не выгребли 100%. А так Господь, Церковь и вот это вот то, что мы пережили, дает мне с уверенностью сказать, что я счастливый человек. Потому что у меня есть Бог, у меня есть братья и сестры, которые, ну, являются вот этой Божьей гвардией. Вот, и это имело и имеет определяющее значение для меня в моей жизни. И знаете, вот Ира сказала, этот врач наговорил, это правда, и он, я потом с ним разговаривал. И такое впечатление, что он этого не говорил. Ну, там было 4 врача, ну, пастор Гена знает, что операцию делает не один человек. И там были, я специально потом переспрашивал. И там один врач, он считался как самый главный, он профессор там, это была военно-медицинская академия. И он мне сказал, нет, там у тебя все хорошо, ты здоровый человек, просто перестань об этом думать. У тебя все чисто. И я говорю, а почему тогда он, не знаю, не говори мне, у меня нет времени, чтобы с тобой играть в эти все игры. Я еще, на всякий случай, у другого врача спросил, у этого Шимаева. Он говорит, Виталий, я знаю, ты офицер. Если подполковник медицинской службы сказал тебе, что у тебя все хорошо, то капитан-лейтенант должен сказать, так точно, и все. И у меня наступило просто полное понимание, что где-то произошла какая-то странная, то, что Ириша сказала, или перепутал человек. Ну, как это, да, ну, историей болезни, посмотрел на то, что было сделано другому человеку и проглотил это все. Ну, слава Богу, все хорошо, мы живы. Мы, да, из всего этого мы уже практически на 90% вышли, идет еще процесс восстановления. Вот, мы еще раз очень хотим вас поблагодарить за то, что вы стояли вместе с другими нашими братьями и сестрами в молитве, потому что на тот момент, когда мой сын выложил в интернет фотографию послеоперационную, нам писали просто сотни людей, и это было настолько трогательно, вот, мы не знали, что у нас столько друзей, вот, 200, 300 или сколько-то комментариев, и все пожелания свои очень такие благие нам высказывали. Вот, даже люди, которые работали со мной, неверующие там в этом техподдержке, они тоже поддерживали и даже какие-то деньги пересылали. Вот, все вместе мы можем быть действительно большой силой, вот, и самое важное, что мы из этого всего извлекли, это нашу близость с Богом, вот, и мы понимаем, что мы еще не достигли вот того, чего Бог хочет, но Он нас ведет вот день за день, днем, шаг за шагом, и это очень ценно, то, что сейчас вот происходит в Украине, где мы сейчас там служим, и у нас собирается домашняя церковь, где-то до 20 человек, вот, последнее служение, которое произошло, это было настолько невероятно, то, что мы слышали и видели, вот, что мы даже не хотели уезжать оттуда, чуть ли Виталик что-то там не плакал, не хочу, хочу дальше. Вот, Бог нас ведет, вот, и мы верим, что, вот, нас ждут еще очень много интересных приключений в Боге. Ну, вообще, мы вот за это время поняли одну вещь, что настоящее следование за Христом, это как раз-таки непредсказуемо, это то, что абсолютно непредсказуемо, потому что, когда ты ищешь лица Божьего, то ты не знаешь, что на самом деле сегодня тебе скажет твой Господь, куда он тебе, какой маршрут он для тебя изберет, какое послание он вложит в твое сердце, и какое чувствование ты после всего этого будешь иметь, вот, и еще мы понимаем и видим одну вещь, что сегодня в планетарном масштабе вся церковь Иисуса Христа, она начинает входить во время огромных перемен, огромная последняя реформа церкви Христа перед пришествием, перед наступлением этого времени, которое мы называем последним, и это все связано с тем, что Бог предлагает нам эту реформу, насильно, Он нас ее не заставит делать, вот, но то, что мы сейчас вот видели, слышали, и то, что мы сейчас вот, те встречи, которые мы имели в Украине, и вот, и не только в интернете общались, то имеющие уши люди, они слышат, что Бог начал делать, поэтому наша задача сегодня искать лица Господа, вот, и мы за эти месяцы, что находились в Украине, в буквальном смысле, ну, получается, что Бог родил еще одну церковь, вот, и буквально за 3-3,5 месяца, вот, 20 человек, которые вместе очень сильно, глубоко ищут Бога, они вдруг вспомнили, что у Бога рука не стала короче, Бог тот же самый, вчера, сегодня и вовеки, это Бог чудес, это Бог знамений, и знамения и чудеса, это хлеб для верующих, аллилуйя, и когда приходят ангелы в твою жизнь, и ты их видишь и слышишь, ты начинаешь понимать, что христианство это не какая-то забава, это не игра в церковь, это серьезно, это очень серьезно, и все только начинается, вот, и Бог обещал, что перед наступлением того времени он все восстановит, в церкви Божьей, и он называет это, ну, перед наступлением этого времени он восстановит скинию Давидову, вот почему-то, вот, ну, когда-нибудь поговорим об этом, поэтому будьте благословенны, если можно, я коротко поблагодарю Бога в молитве, и я хочу сказать эти слова, чтобы Господь почил в духе у каждого человека и вооружил его тем, чтобы каждый из нас знал, что мы очень-очень сильно богатые люди, мы настолько богаты Христом, Господь, благодарю Тебя за то, что в моем этом переживании самое большое свидетельство моей души, моего сердца, Господь, это то, что у меня есть огромный, сильный, великий, всемогущий Бог, и Он мой Папа, Он мой Отец любящий, и Господь Иисус, я благодарю Тебя, что на этом месте среди народа Твоего я могу свидетельствовать о том, что Ты великий Бог, что Ты исцеляешь и сегодня, так же, как и две тысячи лет назад, Господь, Твоя рука не стала слабее и короче, спасибо Тебе за то, что Ты изливаешь на нас это вдохновение и желание стоять вместе друг за друга, благодарю Тебя за моих братьев и сестер, Господь, спасибо Тебе, что вместе мы Твоя семья, Твоя церковь, и мы имеем друг в друге, Господь, огромную силу, спасибо Тебе, что в моей жизни была эта молитвенная стена, которая закрыла меня, Господь, от этих раскаленных стрел лукавого, и болезнь отступила, потому что народ Божий молился, потому что пришла вера, Господь, а вера живая, Господь, она творит чудеса, и я молюсь, чтобы Ты благословил моих братьев и сестер, и чтобы Ты воздал в недра каждого из них, Господь, в дух, в сердце, в разум, в душу, Господь, Аллилуйя, Боже, чтобы Ты воздал, Господь, и вдохновил их, Господь, продолжает идти этим путем, Господь, потому что только тогда, когда у нас есть это свидетельство Божие, того, что мы вместе побеждаем Божие, тогда Царство Божие растет здесь, на земле, Господь, и оно становится таким же сильным, как и на небе. Пусть Твоя благодать поможет нам быть верными, Господь, и пусть никогда больше в нашей жизни не будет засухи. Молюсь во имя Иисуса Христа, благословляя моих братьев и сестер, пасторов, лидеров Божьих, старейшим Господь, всех поклонников, всех, кто молился, и всех, кто сейчас, Боже, просто продолжает поддерживать нашу семью, наши руки в молитве. Спасибо Тебе за эти драгоценные сердца, спасибо Тебе, Боже, за их дома и семьи, за их жизнь, Господь, которая открыта для Тебя и посвящена Тебе. Пусть Твоя любовь, пусть Твоя любовь продолжает течь во имя Иисуса Христа. Спасибо за ваши сердца, за ваши руки, которые были подняты, и за ваши молитвы. Аминь. Слава Богу.